Просто стартер-пак болеющего человека, всякие таблетки, платки, ну и вода. Ставлю дизлайк, если честно. Всем привет! Как вы можете понять по моему голосу, возможно по моему виду, я заболела. И сегодня я снимаю новый ролик, потому что я понимаю, что это мой канал, и если я сегодня не выпущу видео, то это будет только на моей ответственности, никто за меня его не выложит. Вот, если бы у меня была температура, то, естественно, я бы ничего не снимала, но так как у меня только вот такие симптомы присутствуют, как горло, заложенность носа, вот всё такое, так что я решила снимать этот ролик. Тем более, сегодня у нас дистанционное обучение, оно у нас будет два дня, и сейчас я учусь из дома, поэтому мне очень удобно в этом плане, и у меня прям идеально совпало. Проснувшись сегодня, я бы точно не пошла на учёбу, несмотря на то, что там что-то важное будет, и у нас сегодня реально там математика, физика, и нежелательно эти пары пропускать, но я бы думала, что я бы сто процентов не пошла, потому что вчера я ходила в университет, и я себя чувствую гораздо лучше. Я с утра проснулась, мне казалось, что всё, я выздоравливаю, но потом мне к вечеру стало резко хуже, возможно, это из-за того, что опять-таки я пошла в университет. Сегодня ночью я так плохо спала, я поспалась вообще 500 минут раз, поэтому да, ребят, сегодня мы с вами будем лечиться, учиться и пытаться быть продуктивными, даже когда я болею. Вот, за эту неделю я мало чего полезного на самом деле сделала, потому что я болела, в принципе, и я предпочитаю лучше полежать и как бы выздоравливать, чем в чём-то заниматься, вот. Поэтому да, сегодня мне нужно сподвигнуть себя на съёмку этого ролика, также на его монтаж и обложку, потому что прямо сегодня мне его нужно выпустить, поэтому извините, если этот ролик получится не таким длинным, но я постараюсь сделать его максимально интересным, так что погнали. Также советую вам заглянуть в мой телеграм-канал, сейчас там провожу бесплатный конкурс на канцелярию, так что переходите. Ровно через 40 минут у меня начинается первая пара, она на самом деле не такая, будет сложная, как в остальные, у меня будут сегодня 3 лекции, как я сказала Машевайская физика, и первая будет такой предмет, я думаю, не стоит его выговаривать, потому что название вам всё равно ничего не даст, как и в принципе мне, но перед этим у меня есть время, поэтому я сейчас хочу чем-нибудь позаниматься, наверное, сделаю домашнее задание для университета какое-то. Субтитры сделал DimaTorzok Прошло где-то 30 минут, наверное, сначала, я свет не включаю, потому что у меня так нормально, а на видео немножко так темновато, поэтому давайте вот так сделаю. Вот что я написала за это время, мне кажется, многовато, да, учитывая то, что, не знаю, что учитывая, просто многовато, вот, сейчас лекция будет продолжаться, я здесь открою на ноутбуке себе побольше, здесь я включаю, потому что на ноутбуке возможность кто-то будет сейчас смотреть тоже, вот, поэтому, да. И когда лекция первая закончится, там будет перерыв всего в 10 минут, не знаю, за него ничего не успею, наверное, и будет математика, на которой прям придётся, ну, без остановки писать, нельзя будет вообще отвлекаться, поэтому будет весело. А потом будет физика, она будет самая последняя. Короче, ребята, ситуация такая, у нас прошла первая лекция, и я хотела сказать, что дистанционка спасает, на самом деле, нифига она не спасает, потому что у меня даже нет времени моментально, чтобы пойти налить воды, выйти, вот, сейчас у нас должна быть лекция, уже давно, уже как 7 минут, но сайт лёг. Все лекции онлайн, они проводятся у нас не в Zoom, а на сайте нашего университета, и, как вы понимаете, сегодня дистанционка не только у меня, и по этой причине сайт решил сказать всем пока. Ну, и, собственно, я не знаю, я видела в нашей беседе то, что туда зашёл, там, один-два человека, никто больше не может зайти, собственно, как я, потому что у меня надо отказывать отгрузиться, я сначала подумала, что это не то с моим интернетом, но потом оказалось, что эта проблема не во мне. У меня загрузилась только главная страница, а дальше ничего не грузится. Я тут достала свою страницу по матанализу, но вопрос понадобится, наверное, у меня сегодня. Я буду держать вас в курсе, также активно параллельно лечусь, это очень неудобно, потому что, как я сказала, у меня очень мало времени, но буду стараться лечиться поактивнее, так. Ну, а вот так вот я сижу и жду, пока он загрузился. Наконец-то у меня получилось зайти, у меня уже всё началось, поэтому говорю быстро, у меня здесь чай, это для горла, и также любимая Буэна шоколадка, так что сейчас буду писать конспект, вот. Я уже, кстати, пообедала за 10 минут, я вот такая вот молодец, успела пока, тут у нас всё не работало, у нас вообще всё зависло. Ура, ребята, только что у меня закончилась вторая лекция, прям встала, потому что устала сидеть. Вот, и, кстати, очень интересная лекция была, мне очень понравилась. Так, покажу вам мой конспект, я вообще не успевала в конце записывать, вначале я как-то держалась в темпе, но потом что-то у меня пошло не так, и, в общем, потом вложат нам всё в курс. Это очень удобно, кстати, я слышала, что в многих университетах не выкладывают потом лекции, не укладывают презентации, но у нас это не так, у нас все презентации, все преподаватели выкладывают в электронный курс, то есть я могу не присутствовать по какой-то причине на лекции или не успею что-то написать, но потом прийти домой, открыть ноутбук и всё увидеть, это очень удобно и также удобно готовиться к контрольным, благодаря этому. Сначала я пыталась как-то оформлять, как видите, когда было время, когда нас просто отмечали, но потом его не было, поэтому вот так всё оформляла, мы разбирали билет, который у нас будет, вот. Ну, я не всё, опять же, такие успевала писать, так же думать, поэтому думаю, либо сегодня разберу, либо уже на выходных буду разбирать всё, что мы делали, либо перед контрольным, ну, как мне уже будет удобнее, но сегодня я хотела бы дописать, а насчёт разбирать я не знаю. Так что как-то так, сейчас следующая лекция у меня будет в 35 минут, это будет через 20 минут, потому что мы задержались на этой лекции на 10 минут практически, вот. Так что в этот перерыв я как раз-таки хотя бы уберу всё из своей комнаты лишнее, просто вообще не успеваю ничего делать. В университете больше успеваешь, больше пишешь, потому что, ну, вживую и дистанционно это совершенно разные вещи, вот. Меня также спрашивали, какой мне больше формат нравится, дистанционный или когда ты вживую ходишь, всё-таки я даже сама думала для себя про это в девятом классе, ой, в десятом, какой у меня был, в девятом, в девятом, когда у нас у всех дистан был, и пришла к выводу, что всё-таки в каких-то ситуациях удобнее дистант, но в основном дистант — это не особо качественное обучение, и в целом мне гораздо удобнее работать именно вживую, поэтому да. Ребята, у меня просто какой-то уголок бомжа, я хочу сейчас всё это убрать и проветрить комнату, и сейчас пойду отдохну хотя бы. Я отдохнула немножко, вот, и сейчас иду продолжать заниматься физикой. Чувствую себя прям busywoman на 200%, потому что реально нет минутки свободной, я сейчас и подключусь, и просто вот у нас лекция закончится только в три часа. А три часа — это уже прошёл весь день, и весь день я просто шу за компом, просто смотрю, просто учусь. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, ситуация такая. Я вам тут показала мои конспектики по физике, вроде бы всё шло хорошо, но потом я уснула, и уже была не в состоянии для снимать это видео, так как себя не очень чувствовала, это понятно. Поэтому сейчас я хотела бы вставить вам фрагментик, который я снимала до этого, где я отвечала на ваши вопросы из Телеграма. Я вывешала этот пост, поэтому всем спасибо, кто задал вопросы, и хочу немного рассказать сейчас о моей учёбе в университете на второй семестр. Я бы хотела ответить на ваши вопросы, которые вы мне задавали в моём Телеграме. Я вчера вывесила там посты за это время, сейчас скажу, сколько вы мне задали вопросов, причём я его вывесила уже поздно, это было практически 12 ночи. 231 вопрос, конечно, я думаю, что есть повторки, но правда очень приятно, вот, так как всё равно вопросы всегда есть, тем более сейчас начало семестра, поэтому хочу на них ответить. Выберу сейчас самые интересные, которые мне больше всего понравятся. Сколько времени я трачу на выполнение домашнего задания? Очень-очень всё различно, и я думаю, что по этому видео вы могли заметить. В целом, на протяжении недели, когда особенно какие-то там чилы недели вот какая-то, я могу вообще не заниматься заданием, а, например, всё сделать на выходных. То есть, в принципе, всё зависит от меня, если есть какие-то контрольные, если есть какие-то задания, которые вот дедлайн вот прямо на этой неделе, то, соответственно, его будет побольше домашнего задания, и, соответственно, я буду тратить на это своё время. Но если говорить про какой-то обычный день, мне кажется, вот два часа, вот это максимум, ну вот прямо сейчас, а когда у меня уже побольше нагрузка или когда уже придут какие-то контрольные, я думаю, это часа три-четыре, ну и не больше. Но на выходных мне нужно будет делать всё домашнее задание, не зная, сколько у меня займёт времени, например, в том семестре у меня был такой предмет, он был, я не скажу, что прям сложный, но его не очень хорошо объясняли. Плюс задания были очень объёмные, поэтому на одну практическую работу, плюс у меня мог бы включаться компьютер, вылетать проект, у меня уходило в целом, мне кажется, часов шесть. Ну и такие исключения всегда бывают, я не исключаю то, что что-то такое будет в этом семестре, как, например, с физикой, может, какой-нибудь, ну вот с любым предметом это может вылиться, поэтому посмотрим. Следующий вопрос, хотела бы я учиться на дистанте, наверное, странный вопрос, потому что в целом, если говорить про какой-то дистанте, у нас нет в университете такого, но в плане, я не знаю, но если говорить про другую форму обучения, это как заочное, то есть я хожу очно каждый день на занятия, кто учится заочно, я считаю, что заочное обучение в целом это никакое обучение, то есть если бы у меня была такая цель просто вот выпуститься откуда, я бы пошла на заочку, но так как мне также нравится общение, нравится вживую что-то слушать, узнавать, там просто, ну, среди людей быть, так скажем, то я, конечно же, выберу очное обучение. Вопрос, на который я не особо хочу отвечать, потому что вот просто любой человек может идти в описании под моим роликом или повнимательно почитать мой телеграм-канал, там по поиску слов найти даже какую-то определенную дату, но это вопрос, на кого я учусь, а я учусь на программиста, и если поподробнее, то моя специальность называется программная инженерия. Сложно ли приспособиться сейчас после отдыха к учебе в универе? Вот в конце недели, честно могу сказать, что уже сейчас все нормально, но в начальной неделе у меня были такие, ну, не то что приступы депрессии, нет, конечно, но просто были какие-то резкие спады настроения, я думала, что я не хочу никуда ходить, вот, ну, какие-то мысли такие, знаете, были, но сейчас все нормально, и, конечно, когда ты два месяца не занимаешься, ну, точнее, не ходишь каждый день на учебу, и тут тебя заставляет, ну, не то, что заставляет, тебе приходится это делать, то, конечно, это, ну, резкая перемена, но сейчас я привыкла, поэтому могу сказать, что уже не так сложно, и все нормально. Также меня спрашивают, как мне дается мой любимый матанализ, в кавычках, стало сложнее его понимать или все по стране? На самом деле, я когда-то шутила, что он мой любимый, но в целом мне этот предмет очень нравится, я люблю такие вещи, которые даются с трудом, и которые не понимаются с первого раза, или когда я сижу на занятии, и просто там какой-то пример решает передо мной, я думаю, как, вот как это сейчас происходит, и я не понимаю, как это происходит, но через время я в этом разбираюсь, я в этом копаюсь, но понимаю, как это происходит, я думаю, вы меня поняли. И я не скажу, что как-то со временем у меня меняется понимание этого предмета, то есть мне сложнее, легче, нет, просто всегда какие-то есть у меня мои вопросы, и какие-то недопонимания, которые я потом решаю, то есть это не такой предмет, как английский, ты просто там учишь слова, правила, ну, и все идет своим чередом, Нет, здесь просто какие-то американские горки, то идет все вот так, то какой-то пример вот такой. То есть, ну, здесь нельзя однозначно сказать, но могу сказать то, что мне он правда нравится, и мне нравится его изучать. С вопросами на сегодня я надеюсь, что я вам закончила, и максимально подробно и интересно ответила на те вопросы, которые вы мне задавали. Спасибо вам за просмотр этого видео. В общем, мне будет также приятно, если вы подпишетесь на мой канал. Оставите комментарий, для меня это очень важно, так как я также вижу, что большая часть моей аудитории смотрит мои видео без подписки, к сожалению. Это странно, потому что я всегда, когда мне кто-то нравится, подписываюсь, но, в общем, я буду, правда, очень-очень рада. Увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!